Доброе утро! Доброе утро! Укрепить связь поколений мудрого, старшего, молодого поколения в наших традициях отечественных и обеспечить понимание у молодого поколения, что мы являемся народным победителем. Нам есть, что держать, позиции мы должны держать в течение всего времени, которое мы, как Россия, как совесть земли, должны выполнять эту миссию. И на чтениях будет представлена тема «Истоки Великой Победы», программа «Истоки», главная тема программы «Служение Отечеству». Мы этим занимаемся 25 лет. В этом направлении у нас объединилось 64 субъекта Российской Федерации. От Прибалтийского, Калининграда до Камчатского, Хабаровского, Сахалинской области. И если брать по вертикали, от Тюменской области до южных регионов России, Волгоградской и Ростовских областей. 64 региона, собственно, от самой западной точки до самой нашей восточной и севера на юг. Мы понимаем, что действительно в развитии нашего Отечества важно сохранить дух победителя, народа победителя. И вот в этом направлении, конечно же, тема «Истоки Великой Победы», тема, которую мы обозначили более 15 лет тому назад, позволяет обеспечить связь времен и поколений. В понимании, что наши традиции позволяют нам и дальше предстоять не только Западу, но и объединять все народы. Сегодня мы же понимаем, что многие страны смотрят на Россию с надеждой. И Россия – великая держава. И, конечно же, величие России в преемственности отечественных традиций. В преемственности главных ценностных ориентиров, которые могут обеспечить связь времен и поколений. И Россия сегодня эту миссию выполняет. Но внутри нам надо укрепляться, нам надо духовно возрастать. И эта задача общая для всего нашего Отечества. Это будет главная тема на чтениях, которую мы будем здесь рассматривать. Ну и, конечно же, очень рады то, что весь Хантамансийский округ включил в цивилизацию программы «Социокультурные истоки». Это большое системное направление. Да, вот об этой программе. Прежде всего, это привносит в образование новый предмет, который называется «Истоки». Программа воспитания на социокультурном опыте, обеспечивающая связь семьи и приобщение к этому направлению родителей. Программа начинается с дошкольного образования. С 3-8 лет дошкольник включается в эту программу. И школа с 1 по 11 класс. В целом, я хотел бы отметить, что Хантамансийский округ очень устойчиво развивается в этом направлении. И стал уже лидером в реализации проекта «К истине». Проект, который направлен на духовно-растное укрепление педагогов. Мы понимаем, что действительно многое зависит от образования. Все зависит от педагога. И от того, насколько он готов к этой миссии, к этому направлению. Мы считаем, что педагоги и стыковиды, так называют своих любимых педагогов, низкий поклон всем нашим педагогам в Хантамансийском округе и во всей России, это чудо-богатыри российского образования. Действительно, то, что в свое время, мы с вами помним, чем велик наш полководец Александр Васильевич Суворов. Тем, что он, прежде всего, сумел укрепить духовно и нравственно воинов. И благодаря этому одерживал победу за победой своими чудо-богатырями. Сегодня это является главным и в образовании. Духовно-нравственно укрепить педагогов. И то, что в этой работе Хантамансийский округ стал лидером, это, конечно, труд очень большой, прежде всего, Хантамансийской митрополии. Хотел бы брать низкий поклон и слава благодарности митрополиту Павлу, Хантамансийскому и Сургутскому, и всех хантамансийских священников митрополии, и администрации округа и системы образования. Потому что, действительно, это большое, очень важное направление. Это очень важно поддерживать. Игорь Алексеевич, скажите, для кого пройдут эти рождественские чтения? Для какой аудитории? И напомним, когда и где? Это проходит в Хантамансийске, проводят эти чтения, региональные чтения, прежде всего, Хантамансийская митрополия, совместно с правительством Хантамансийского округа. И, конечно, здесь представлены будут все образовательные организации, муниципальные организации Хантамансийского округа на уровне управления образованием. Ну и, конечно, педагогическая общественность, педагоги, которые занимаются этим направлением. Начиная с дошкольного образования, включая школу. То есть, так же можно будет прийти, послушать что-то для себя? Конечно. Я думаю, это будет очень полезно, очень значимо. И это большое событие в жизни нашего Отечества. Я думаю, все... Да, сегодня этого слушали. Мы сидели как зачарованные просто слушать и слушать. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Доброго вода. Низкий поклон. Спасибо большое. Мы вам с гостем прощаемся. С вами жуемся 2-2,5 минуты. Дождитесь.